Мне очень хочется, чтобы наша Новгородская область знала о таких замечательных женщинах, как вы. Понимаете? Не о тех людях, о которых говорится уже неоднократно, а именно о вас, о которых, наверное, еще и никогда и никто в Новгородской области вот так вот широко и не говорил. Правда? А вот мне хочется, чтобы они знали о простой русской женщине, которая живет на нашей новгородской земле, но, соответственно, та женщина, которая сделала самое главное свое достижение в жизни. Она родила, воспитала детей и подчас еще и взяла в приемную свою семью тех детей, которые нуждаются в заботе материнской. Сегодня в Новгородской областной думе Елена Писарева встретилась с многодетными матерями. Встреча была организована в честь замечательного праздника – Дня Матери, который вся Россия отмечала в этом году 26 ноября. В числе приглашенных – семь женщин из Великого Новгорода, Батецкого, Новгородского и Шимского районов. Многие из них уже помогают воспитывать внуков и правнуков. Некоторые мамы являются опекунами для приемных детей, в том числе для трудных подростков. За чашкой чая участницы встречи поделились своими секретами воспитания детей. Одна из них, Лидия Семина из деревни Трубичина, выросла уже дочь и внуков, а сейчас воспитывает пятерых приемных детей. С Лидией Сергеевной наша редакция пообщалась у нее дома и разузнала удивительные истории этой доброй женщины с большим сердцем. Ребята, а скажите, что вообще такое для вас семья? Это очень-очень большое счастье. А мама? Кто такая мама? Которая родила или которая воспитала? Которая воспитала. Вот одна дочка у нас родная, она живет на Сахалине, там с ней, значит, трое внуков у меня, два внука и внучка. Вы знаете, муж у меня устроился на работу, я одна дома. А практически мы привыкли к детским голосам, чтобы у нас вот именно сумгам крик был. Потому что внуки, если честно сказать, дочка занималась все-таки бизнесом, ей было как-то, ну, ей хочется отдохнуть и все. И внуки-то были они у нас. Понимаете, мы уже вот к этому привыкли. И как-то здесь, и когда приехали, была такая тишина, это для нас было что-то. Потом, значит, все-таки мы с мужем сели, я говорю, Толя, ну скучно. Говорит, давай ребенка возьмем в детского дома. Ну, хоть какой-то голосок будет дома хотя бы. Толя говорит, ну давай. Ну, мы обратились в опекунство, это на Германа, потому что мы относимся к ним. Там мы нашли Рому. Ну, с Ромой познакомились, поговорили, спросили, пойдет к нам, пойду. Ну, и, в общем, короче, мы его забрали. А сколько ему было тогда лет? Ему было тогда 6 лет. Сейчас ему 16 лет. Потом, значит, после этого Рому мы взяли в июне, в июне, да, в июне вроде ли, в июне или в июле 2008 года. Я пришла в опекунство, я не знаю, то ли по поводу Ромы, что-то у меня документы надо было делать. А мне в опекунстве говорят, у нас, говорит, есть девочка маленькая в роддоме. Я говорю, как в роддоме? Она говорит, ну, отказничка. Я говорю, а можно посмотреть? А, меня спросили, говорит, вы не хотите посмотреть? Я говорю, а можно посмотреть? Можно. Ну, вынесли мне ее, вы знаете, мордочка такая мухонькая, такая еще сонная. Потом один глаз открыла, и один глаз закрытый, открыла, улыбнулась. И, вы знаете, все, я растаяла. Еще, притом, держу на руках. Ну, у меня ее, когда забрали, если честно сказать, у меня тут пошла, у меня слезы льются. В опекунство звоню, так до сих пор вот что-то, наворачиваются. В опекунство звоню, говорю, девочки, это мой ребенок. Все. Папе звоню, говорю, Толя, говорит, ну, раз понравилось, будем забирать. Да. Антона с Настей тоже позвонили с опекунства, сказали, говорит, там у матери забрали детей, вот, Настю и Антона, брат с сестрой. Ну, как бы их определить детский дом не могли, так как родители не лишены родительских прав. Ну, они нас попросили, пусть пока временно побудут у вас. Ну, временно-временно мы их забрали. Привезли домой на протяжении шести месяцев, короче, они у нас были. Они, значит, нас зовут маму с папой, а когда проблема разрешилась с родителями, решили их, значит, родительских прав, родителей, типа, можно забирать мальчика с девочкой. Кого забирать? Они нас мамой зовут. Мы уже привязались к ним, они привыкли к нам. Все-таки шесть месяцев как-то это тоже, ведь для детей срок нормальный, чтобы привыкнуть. Я говорю, нет, мы уже не отдадим. Все, это уже наши дети. После этих, значит, двух, звонят мне с опекунства у девочки, 10 лет ей было, Маша, у нее умерла бабушка. Вот. Родителей, короче, лишили родительских прав, забрала бабушка. А тут бабушка умерла. Мол, возьмите ее к себе. Ну что, взять, ну взять. Вот мы такие какие-то люди, нам говорят, возьмите ее, мы берем. Справимся. Мне все время, говорит, мам, где, говорит, один, там два, там три. И, в общем, так вот, судонное нарастание. И последний у нас был Жек, маленький. Прихожу тоже в опекунство, а девчонки говорят, мальчик, говорит, у нас отказник есть. На меня так смотрят. Я на них. Я говорю, что, можешь посмотреть. Девчонки говорят, ну если есть желание, говорит, поезжайте. Ну и нам принесли Женю. Принесли нам Женю. Там вообще мордочка такая, и, главное, не пустышка, это соска от бутылки во рту такой. Ну мы посмотрели, пообщались. Я Еву говорю, ну что, Ева, берем. Она, мама, берем, такой красивый мальчик. Ну раз берем, значит берем. Я вот думаю, вот у меня их пятеро сейчас, да, понимаете, это счастье того, что меня любят, отца любят. Вот, а для родителей сто, самое главное, чтобы дети их любили. Официальный дилер LeFan Motors в Великом Новгороде. Автоцентр Мандарин.